Одна из фишек, почему небоскребы старались сделать как можно выше, заключалась в том, что владельцы этих зданий мерились, у кого этот небоскреб будет как бы больше. Что касается фалоцентризма, то Пит Райзман говорит, что оно представляет собой, собственно говоря, мужской плавой орган где-то между состоянием эрекции и расслабленности. Это то, что написано у него на сайте. Ну все, короче говоря, после вот такого разбора офисного здания я теперь просто не смогу спокойно смотреть на офисные здания. Добрый день! Я в своей ежедневной практике вижу очень много одинаковых новостроек, такие похожие друг на друга серые коробочки и довольно много похожих друг на друга дизайн-проектов от коллег. Иногда хочется разнообразия, потому что нельзя круглый год есть там макароны по-флотски. И хочется найти вдохновение. И часто это вдохновение может дать архитектура. Я буду сегодня рассказывать про очень интересное явление в архитектуре, которое называется деконструктивизм. Это подход, которого мало в России. И это скорее такое неприкладное будет видео, но правда очень интересно послушать на эту тему. И в общем-то задача какая? Вдруг кто-то из застройщиков будет делать неожиданно интересные новые здания, а публика к этому не готова. Может быть, посмотрев это видео, вы как раз будете обладателем квартиры в таком здании, например. Сама идея у меня зародилась потому, что я сейчас как раз смотрю лекции по моде, и там постоянно всплывает термин деконструкция. Это, например, такие дизайнеры, как Ант Дмельмейстер или Рейк Вакуба. И если посмотреть на их наряды, то они выглядят как одежда, которая слеплена из разных кусков, как кусочки пазла, которые плохо подходят друг к другу. В общем-то задача какая? Найти что-то новое. Как можно найти что-то новое? Можно взять хорошо забытое старое и хорошенько перетисовать. И получится очень свежо. Еще я нашла вот такой ролик, где из базовой мужской рубашки создается целая новая коллекция для женщин. И там как раз очень наглядно показано, как эту рубашку раздербанили, а потом сложили обратно, но совсем в другом порядке, и получилось что-то уже совершенно новое. Этот принцип можно применять как в моде, так и в живописи, и в литературе, и в архитектуре, и в интерьере. Говоря о моде и живописи, действует дополнительный прием, который не так очевиден, на мой взгляд, в других сверхискусствах. В основе вот этой композиции должна лежать простая, легко узнаваемая вещь. Потому что если будет какая-то сложная вещь, то зритель просто не догадается. А часть игры в том, что вы опознаете, что у вас теперь манжеты стали декором на блузке, или что рукав превратился в жабо. Если вы его не узнали, то это уже не так интересно. То есть берем узнаваемую вещь, делим на части, выкидываем все скучные части, а остаток перемешиваем так, чтобы получалось креативно. И в этом, собственно говоря, и заключается деконструкция. Но на самом деле деконструкция – это целая философская теория, которую в 1967 году в своей книге описал французский философ Жак Дорида. Изначально он рассуждал о тексте и обратил внимание на то, что в философии устная речь пользуется большим вниманием, чем письменная. То есть текст – это как бы такой вторичный источник, как передача устной речи. Вспомним те же самые диалоги Сократа, которые написал Платон. То есть это просто как бы кто-то что-то сказал, а кто-то другой это написал. Размышляя об этом, Дорида понял, что люди часто придают разный вес элементам противопоставления, например, таким, как речь и письмо. При этом надо понимать, что вся европейская философская традиция построена на логоцентризме, то есть на одном каком-то ключевом понятии, вокруг которого закручивается теория. А Дорида говорит о том, что понятие может быть не одно. И после того, как он заметил вот эту особенность на примере текста, он понял, что так же это происходит и в других бинарных сочетаниях. Например, он противопоставлял, как я уже сказала, речь и письмо, или разум и чувство. Дискриминация в этом случае происходит в пользу разума. Или мужественность и женственность. Историческая дискриминация в пользу мужественности. Или зрение и осязание. Эта дискриминация происходит до сих пор. Даже если мы говорим про интерьерные проекты, то как мы смотрим? Мы ищем красивую картинку, а не предметы, которые приятны на ощупь. И даже если проект построен на текстурах, то все равно эти текстуры, они должны хорошо выглядеть на фотографии, чтобы мы на них посмотрели, поняли, что да, это приятно осязать. То есть вот таким образом. Явная дискриминация, что действительно. Дорида говорит о том, что нужно видеть ценность обоих элементов. И что истина, она не статична. То есть она колеблется между полюсами, не занимая одну какую-то позицию. И как раз умение это признавать, это признак зрелого ума. Короче говоря, вот это была такая долгая теоретическая часть. Я сделала из нее, может быть, слишком простой вывод. Вывод этот звучит как «все относительно». Немножко похоже на утверждение Эйнштейна. И возвращаясь к тому, что у нас нет как бы одного центрального понятия, а есть ряд центральных понятий для теории, Дорида также ставит под вопрос то, как обычно происходит философский анализ, или как происходит анализ в тексте. Стандартный анализ – это когда мы препарируем текст, делим его на элементы, например, на предложения или на слова, и анализируем уже эти элементы. А Дорида говорит о том, что если вы слово из контекста вытаскиваете, то оно перестает что-либо значить или кардинально меняет свое значение. Поэтому для него контекст очень важен. И давайте вспомним с вами вот этот распространенный мем, который уже устарел и все москомину набил. По-моему, это самый такой простой пример. Синее платье или золотое? Вот непонятно, какого платья цвета, из-за того, что мы неоднозначно воспринимаем его среду, его контекст. То есть мы не понимаем, находится ли оно на свету, или оно находится в тени. Поэтому контекст действительно очень важен. Или, к примеру, вот если вы смотрели мои другие ролики, в роликах про палитры или про цвет, я очень часто беру интерьеры и просто пипеткой снимаю несколько цветов, чтобы было понятно, на какой палитре построен тот или иной интерьер. Так довольно наглядно получается. И вот если, например, взять это упражнение и оторвать его от контекста, то получится очень интересно. Например, в данном интерьере у нас есть такой светлый абажур, мы воспринимаем его как светло-кремовый абажур, но если пипеткой снять цвет с более темной части, то получится насыщенный оранжево-коричневый цвет. Или у нас есть, к примеру, такой светлый кремовый диван, но вот если в тени снять какого он цвета, то получится довольно темный коричневый. А мы его воспринимаем как светлый, как кремовый. И это как раз вопрос о том, что от окружения цвета зависит наше восприятие цвета. Деконструкция – это философское понятие, а в архитектуре она превратилась в деконструктивизм. Это понятие возникло уже в 1980-е годы. И деконструктивизм – это своеобразное отрицание европейской традиции. Европейская архитектурная традиция строится на чем? На том, что нужна правильная композиция. То есть важны пропорции, и часто это сетки, на которых, например, строится фасад. Важен баланс, гармония, часто симметрия. А деконструктивизм говорит – можно обойтись без всего этого. И занимается поиском нового языка. Само название деконструктивизм отсылает нас к русскому конструктивизму, как к части модернистского течения. И, как и всему модернистскому течению, конструктивизму свойственна ясность, простота, прямые углы и, конечно же, базовый постулат, что форма следует за функцией. А деконструктивизм говорят – да пошло оно все, куда подальше. Мы обойдемся и без этого тоже. И это дает колоссальную свободу выражения. А деконструктивизм выглядит примерно вот так. Перед вами киноцентр, который похож на высший под углом из земли кристалл, который вот-вот просто хлопнется на землю. И при этом это как бы два объема, которые вросли один в другой. То есть внутри есть здание, которым можно пользоваться, там 8 кинозалов, а снаружи вот эта стеклянная оболочка, которая совершенно меняет внешний облик. И, как говорят разработчики, вот эта стеклянная часть – это такое общественное пространство, которое используется как место для проведения общественных мероприятий. Вот такое странное здание. Или, к примеру, вот такой проект – это очень известный автор-деконструктивист Питер Айзиман. И что вы себе представляете, когда вы смотрите на это здание? У него очень интересное, очень остроумное описание на сайте Айзимана. Он говорит о следующем, что этот проект – это переосмысление символизма вертикального офисного здания. То есть традиционно, с его точки зрения, вертикальное здание имеет две основных коннотации. Первая коннотация – это антропоцентризм, потому что человек стоит вертикально, и здание стоит вертикально. У человека есть скелет, и у здания есть каркас. А вторая часть этого уравнения – это фалоцентризм. То есть здание стоит вертикально как символ власти и доминирования. Если мы вспомним с вами, например, американские небоскребы, а у меня совсем недавно была лекция про ар-деко, ссылка где-то тут, то там как раз одна из фишек, почему небоскребы старались сделать как можно выше. Заключалось в том, что владельцы этих зданий мерились, у кого этот небоскреб будет как бы больше. И при этом даже вот шпили специально придумывали и согласовывали дополнительно, чтобы хоть на какое-то время оказаться выше других. Ну все, короче говоря, после вот такого разбора офисного здания, я теперь просто не смогу спокойно смотреть на офисные здания. Но, короче говоря, автор данного конкретного проекта говорит о том, что он интерпретирует заново эти понятия. Во-первых, с точки зрения антропоцентризма, да, здесь не очевиден скелет, не очевиден каркас. Здание нелинейно. Оно выглядит как оболочка из вертикально спрессованных плоскостей. И, во-вторых, что касается фалоцентризма, то Пит Райзман говорит, что оно представляет собой, собственно говоря, мужской плавой орган где-то между состоянием эрекции и расслабленности. Это то, что написано у него на сайте. Внутри также это выглядит весьма специфично. На мой взгляд, интерьер крайне малофункционален. И вообще довольно странно работать или жить в здании с такой коннотацией. Но, как бы, почему бы и нет. Как вы поняли, деконструктивизм – это очень необычный подход к форме. Вот перед нами еще один проект. Это известный проект, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Архитектор, также известный деконструктивист, прошу прощения, Фрэнк Герри. Этот проект завершен в 2003 году. И он строился очень долго. И, в общем, стоил очень дорого. В конечном итоге получился такой концертный зал, который вмещает более 2000 человек. И мы видим, что снаружи это здание выглядит как некая абстрактная скульптура современная. То есть просто увеличенная до гигантских размеров. Кстати, у здания была такая маленькая техническая проблема. Так как фасады были очень отражающими, то улицы вокруг и соседние дома очень сильно нагревались. Поэтому через пару лет после того, как сдали, собственно говоря, проект, пришлось переделать фасады и заменить материалы облицовочных панелей. И это здание знаковое. Например, в сериале «Симпсона» один из героев просит архитектора сделать концертный зал, похожий на зал Диснея. И, собственно, это вот очень остроумно обыгрывается. То есть архитектор увидел смятую салфеточку, и получилось такое здание. И все, кто знает это здание, они, естественно, его узнали. То есть это действительно такое культовое сооружение получилось. Хотя оно вполне современное. И можно говорить довольно долго о том, что деконструктивистские проекты стоят дорого, и что они недостаточно функциональны. Но именно это здание стало достопримечательностью, а не, например, соседнее здание, которое тоже представляет собой концертный зал. И, кстати, вмещает больше народу. Это вот на фотографии тут видно Дороти Чендлер Павильон. И вот оно такое более обычное. Как раз-таки даже эту фотографию можно привести как хороший пример бинарной оппозиции, прямо в точности по Жаку Дорида. Но, опять же, она не особо равнозначной выглядит. Итак, мы немножко познакомились с примерами деконструктивистской архитектуры. Интересных примеров очень много. Но мы же с вами будем говорить про интерьер, потому что канал про интерьер. Каковы основные черты стиля? Основная черта, на мой взгляд, это игра и ирония, креативность и полная свобода. Это архитектура, построенная на вдохновении. Следующая черта – это асимметрия. И часто это асимметрия, несбалансированная в привычном смысле слова. Еще одна черта – это непрерывность. В архитектуре это трактуется как перетекание форм. То есть, если мы сейчас еще раз вспомним вот этот концертный зал Диснея, то мы увидим, что у него фасад просто перетекает с одной формы на другую. В интерьере непрерывности может трактоваться как то, что часто стерты грани между, например, двумя стенами или стенами и потолком. Следующая основная черта – это хаотичность и искажения. То есть, мы видим перед собой некие криволинейные и беспокойные формы. Следующая черта – это дефрагментация. То есть, вот как раз как то, что я вам показывала в самом начале ролика про рубашку, взяли знакомые элементы и собрали как-то по-другому. И, на мой взгляд, также немаловажная черта – это скульптурность. То, что здание действительно выглядит как скульптура – это очень важно. Наконец, переходим к интерьерам. Вот, глядя на данный интерьер, на мой взгляд, очевидно, что здесь главенствует архитектура. Вообще, деконструктивизм в интерьере очень редко встречается отдельно от архитектуры. То есть, обычно это деконструктивистское здание и внутри вот такой вот странный интерьер. И мы смотрим прежде всего на форму, опять-таки, только на форму уже изнутри. Архитектура подавляет все остальное. И очень сложно найти предметы, которые хорошо вписываются в такой интерьер. Например, конкретно в данном музее искусства нашли вот такие диванчики. И слава богу, что там вообще есть куда присесть, потому что в некоторых случаях там в музеях просто подразумевается, что зритель должен все время стоять. Так вот, нашли такие диванчики. Они как бы по форме очень хорошо вписываются. Но посмотрите, они все такие одинаковые, однородные. И скромненько стоят вдоль стены, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Это отличительная черта деконструктивистского интерьера. То есть мы прежде всего смотрим на конфигурацию пространства, а не на мебель. Еще одна отличительная черта для интерьера и для архитектуры – это конфликт понятий. Как раз вспоминаем Адрида о том, что он говорит, что лучше рассматривать разные элементы оппозиции. Так они выигрывают только, да? То есть так они даже понятнее. И перед нами проект, где интерьер как раз вписан в здание, которое отличается по стилю. Мы видим, что это похоже на какое-то старое здание. И у него есть кирпичная кладка, у него есть своды. При этом автор подчеркнуто использует современный материал – это фанеру, современную такую подсветку, ломаные формы, которые явно конфликтуют, и их интересно сравнивать с изначальной оболочкой. Выглядит довольно травмоопасно, потому что, ходя по такому музею, можно случайно разбить голову в какой-нибудь выступающий угол, но, наверное, это придает дополнительную остроту ощущениям. И, конечно, такой музей не оставляет равнодушным, а он вызывает личные ассоциации. Например, мне лично кажется, что это очень похоже на океанариум. То есть тут есть как раз такие вот окошки, как будто бы это аквариумы, в которых какие-нибудь экзотические рыбы будут плавать. И это очень интересно. А на что это похоже с вашей точки зрения? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно посмотреть. Следующее, о чем я хочу поговорить, это хаотичность. Для интерьеров в стиле деконструктивизма, чем больше искажение пространства, тем лучше. Для этого очень активно используются зеркала и другие отражающие поверхности. Например, в данном случае интерьер сложный. Его сложно воспринять как единое пространство. Мы даже не понимаем, где здесь кончаются стены, где начинается город за окном. Но при этом он цельный, он не распадается на куски. Он не выглядит, как такой салат или винегретик из-за случайных форм. И это очень важно. Или вот такой пример. Понятно, что здесь также авторы думают не о том, как защитить нас, например, от ветра, или дать нам возможность присесть, или поесть в интерьере. А думают они о том, как мы будем проходить по этой галерее, и как будет преломляться город, и наше собственное отражение в этой зеркальной стене. Вообще деконструктивисты воспринимают архитектуру как способ исследования мира. Они говорят о том, что архитектура – это интуитивное искусство, которое похоже на поэзию, которое не призвано удовлетворять чьим-то потребностям или выполнять какие-то функции. Важно подарить новый опыт. И как раз, когда ты попадаешь в такое пространство, это «ух ты, как неожиданно!» И в этом, собственно, и есть прелесть такой архитектуры. Обратите внимание на то, что вот эта галерея, она довольно крупная. И вообще для деконструктивизма характерны большие площади внутреннего пространства. Почему? Потому что если вы сделаете деконструктивизм в каком-нибудь интерьере, где высота потолков 2,50, и при этом будет скос крыши, то человек просто не протиснется. Соответственно, пользователь должен как-то вписаться в это криволинейное пространство. Он должен и под крышей пройти, и уметь обогнуть острый угол. Соответственно, нужно больше площади, чем, например, для подобного же интерьера, но в модернистском стиле, где все углы прямые. У таких интерьеров есть еще один интересный плюс – это то, что под разными ракурсами интерьер выглядит по-разному. Он как бы с вами играет, он с вами разговаривает. И это очень классно. На мой взгляд, это очень классный проект, очень красивый. Обратим внимание на мебель. А мебель здесь как бы вырастает либо из пола, либо из стен. И все здесь полностью сделано как нестандартная мебель. То есть нельзя просто взять, купить какой-нибудь стульчик и его поставить в этот интерьер. И вообще, почему так мало жилых интерьеров в таком стиле? Потому что все равно какие-то функции должны быть, когда мы говорим о жилом пространстве. Например, человек должен где-то поесть, человек должен где-то поспать. И очень сложно вписывать, например, кухонный остров или даже в остров вписывать кухонную мойку так, чтобы это являлось гармоничной частью подобного интерьера. Обратите внимание на то, насколько целостным выглядит это внутреннее пространство. По-моему, это просто потрясающе. И здесь также очень большие окна. Интерьер выглядит просторным и светлым. Для деконструктивистов очень важно природное освещение. Они активно пользуются и природным освещением, и подсветкой. Вот еще один пример интерьера музея. И мы видим, что как будто бы мы находимся в здании, с которым что-то происходит. Как будто бы оно прямо вот вокруг нас разламывается на куски. То есть оно уже раскрылось сверху, и мы видим балки, которые послужили основой конструкции. И оно буквально трещит по швам, потому что с углов также проникает вот этот дневной солнечный свет. Кажется, будто бы сверху висит люстра, но на самом деле это как бы такой короб, который просто концентрирует дневной свет в центре помещения. Очень интересно, очень красиво сделано. И разработчики говорят, что они вдохновлялись оригами. На первом этаже того же здания мы видим очень странные треугольные окна, которые находятся как бы в углах, где переходят формы. Опять же, углы мы просто не видим в итоге. И комментарий от авторов проекта в том, что это здание, оно находится в довольно пустынной местности, и оно служит таким ориентиром. То есть ночью загорается автоматический свет, и люди могут пользоваться, так сказать, светом от этого здания, потому что вокруг нету фонарей. Вот такая вот история. И такая маленькая фишечка, опять же, заигрывания с освещением, это то, что в бетонные стены встроены такие маленькие-маленькие витражи в виде солнышек, в виде лучиков. Всего таких вот стеклянных панелек внутри стен 432 на весь проект. То есть это много, это довольно сложно, мне кажется, сделать. Но это очень прикольно выглядит, и это добавляет только цельности игре, потому что у нас есть лучи, которые расходятся на потолке. У нас есть такой лучообразный рисунок на полу, и у нас есть вот эти маленькие солнышки, как будто бы ребенок пришел и дорисовал фломастером где-то на стене. Очень интересно, на мой взгляд, очень красиво. И как раз на этой фотографии, где видны лучики, обратите внимание на то, как облицована стена. То есть это выглядит как обычная фанера, даже не крашеная. И мы приходим к следующему аспекту интерьеров в стиле деконструктивизм. Это аскетичность материалов и аскетичность палитры. Если мы посмотрим на то вообще, какие цвета используются, какой подход к отделке, то мы увидим, что это минималистичный или модернистский подход. То есть здесь минимум цвета, а здесь цельность и ясность интерьера достигается за счет цельности палитры. Используются современные материалы, такие как стекло, бетон, и также используется камень, металл, ну и дерево. И материалы используются в своем первозданном виде. То есть вы не увидите там шпон, который сверху закрасили краской. Нет, как бы это будет натуральный цвет дерева. Посмотрим еще вот такой пример, кинотеатр. Это, конечно, потрясающий проект. Он довольно новый, 2015 год. И мы с вами видим здесь как раз, собственно, здание кинозала, комнату с экраном. И кажется, как будто бы здание просто сейчас взрывается, и вы находитесь в этот миг внутри. Или как будто бы Нео сейчас вот взял трубку, и вот-вот выйдет из матрицы, и вы наблюдаете в замедленной съемке этот момент. Это очень интересно, это очень зрелищно. Для деконструктивистов главное – это форма, и ничто не должно с ней спорить. Именно поэтому для них так важно природное освещение, вообще как падает свет. Именно поэтому для них важно, чтобы палитра оставалась как бы на втором плане, давала возможность лучше рассмотреть форму. Или вот фойе того же самого кинозала. И когда вы проходите вот по этому фойе, такое ощущение, как будто бы здание просто рушится вам на голову. То есть вот прям балки просто падают как бы на вас, а вы спокойно идете дальше смотреть фильм. Это отказ от тектоники, который лежит в основе европейского понимания архитектуры. Обратите внимание опять-таки на палитру. Мы здесь видим черный и белый. Мы видим однородность материала. Здесь нет никаких орнаментов. И даже камень на полу, он подобран без прожилок. Перейдем к выводам. Я хочу еще подчеркнуть, что сам вот Жак Дорида, который придумал деконструктивизм, считал, что это не стиль, а вид подхода к архитектуре как к виду искусства. И в конечном итоге его мысль я понимаю так. Что касается интерьера. Любой интерьер состоит из двух основных составляющих. Это функциональная составляющая и художественная составляющая. Мы все придаем функции слишком много значения. Мы всегда думаем о рациональном использовании пространства, о его удобстве, о его эргономике, о каком бы стиле ни шла речь. А есть и другой вариант, есть и другой подход, где основное – это художественная часть проекта. Но, то есть, вот есть красивое здание, оно такое скульптурное, оно такое зрелищное. И как здорово, что в него вообще можно войти и хотя бы в нем вот так вот постоять. И это уже прекрасно. Это очень вдохновляет. В наше время впечатление выходит на первый план. И я желаю вам, чтобы ваш интерьер не переставал вас удивлять и радовать. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok